Совместное заседание Палат Парламента, старт нового политического сезона. По сложившейся традиции поздравить депутатам с открытием четвертой сессии шестого созыва прибыл лично президент страны. Для упрощения регистрации самозанятого населения Нурсултан Назарбаев поручил ввести единый совокупный платеж. Глава государства отметил, что это позволит охватить большее количество людей с системой социального медицинского страхования, а также пенсионного обеспечения. Подробности в материале Сабины Тургаевой. Открывая очередной политический сезон, Нурсултан Назарбаев отметил, что во время третьей сессии парламентариями была проделана большая работа. Однако и в нынешнем сезоне депутатам предстоит принять большое количество важных законопроектов. Глава государства выделил семь основных направлений, на которые необходимо будет обратить пристальное внимание. Основной акцент – социальная сфера. Это и вовлечение в соцобеспечение самозанятых, и внедрение обязательного медицинского страхования. Разработан также законопроект, в котором помимо вопроса ОСМОЭС предусмотрено внедрение новой модели гарантированного объема медицинской помощи, совершенствование вопросов охраны и общественного здоровья, системы корпоративного управления в медицинских организациях и другое. Он уже находится в парламенте. Прошу не затягивать его рассмотрение. Отмечу, что на сегодняшний день более двух миллионов казахстанцев относятся к категории самозанятых. Не все из них оформляют свою деятельность законно. Платят налоги и пенсионные взносы. По данным Минтруда, людей, которые не отчитываются о своих доходах, в нашей стране почти полтора миллиона человек. Чтобы вот этот вопрос решить, к нам будет занесен специальный законопроект от правительства, где будут разрешены вопросы, чтобы мы охватили самозанятых путем единого платежа, возможно, социальную поддержку, и чтобы они могли участвовать в социальном медицинском страховании также. Пять социальных инициатив президента направлены на улучшение жизни казахстанцев. В кратчайшие сроки депутаты обеих палат обеспечили их законодательное сопровождение. К примеру, жилищная программа 7-20-25 привела к всплеску строительства жилья по всей стране. И вопрос недовольства со стороны казахстанцев сферы ЖКХ сейчас, как никогда, актуален. Требуется обеспечить прозрачность взаимодействия между обслуживающими компаниями, собственниками жилья, контроль за расходованием их средств, ответственности естественных монополистов. Нужно выстроить понятную, эффективную систему управления общедомовым хозяйством. По моему поручению, правительством разработан соответствующий законопроект, который будет внесен в парламент в этом году. Довести долю бизнеса в экономике Казахстана до 50% к 2050 году. Такую стратегическую цель на совместном заседании определил президент. Он отметил, что именно предприниматели должны стать главными работодателями в стране. Большой импульс развитию предпринимательства может дать сфера туризма. Правительству поручено разработать государственную программу развития туризма до 2023 года. Я сам в этом году, как вы видели, объездил несколько пунктов нашего возможного туризма в Казахстане. Они абсолютно реальные. Нам надо работать, чтобы вкладывать особенно инфраструктуру этого туризма, и бизнес готов прийти туда. Нам надо вот эту программу развития туризма до 2023 года до конца довести. Она должна быть подкреплена финансовой необходимой законодательной базой. Еще один акцент в работе парламентария в принятии поправок в законодательствах, которые будут способствовать развитию недавно образованной Туркестанской области, а также Шимкента как нового города республиканского значения. «Правительству и министерствам необходимо уделить должное внимание строительству, установлению областного центра. Казахстанскому бизнесу надо тоже принять участие в этой работе. Я думаю, всем нам. Я тоже собираюсь там быть вместе с нашими руководителями, разобраться. Я уверен, что в скором времени мы получим развитый новый областной центр и новую точку роста нашей экономики и бизнеса». Парламентарии в один голос говорят о готовности выполнить поставленные задачи. Ведь, например, развитие Туркестана, региона в целом – это к тому же привлечение туристов, что в свою очередь должно увеличить количество предпринимателей там. «Развитие города Туркестана – это развитие туризма, это развитие экономики в целом того региона, региона, где население составляет более трех миллионов человек. Развитие города Шимкент – это очень важный момент. Поэтому разработка законодательных основ развития этих регионов, она является самым важным, одним из важных вопросов не только для населения этого региона, для Казахстана, для населения Казахстана в целом». «Для нас важно, чтобы был выделен целый блок вопросов, который связан с развитием предпринимательства. Перед нами поставлены абсолютно четкие задачи по развитию законодательства в этом направлении. А это рабочие места, это социальное обеспечение людей, потому что у нас сейчас уже возникает новая предприятие». Продолжение работы по программе модернизации общественного сознания Рухани Жангру, рассмотрение вопросов дальнейшей гуманизации уголовного законодательства в сфере экономической деятельности. Пакет документов и в этих направлениях примут депутаты во время четвертой сессии. Не останется без внимания и агропромышленный комплекс. «Это крупнейший сектор нашей экономики, там есть большое будущее, нам надо работать. Это касается вопросов страхования, внедрения аграрных расписок, развития кредитных товариществ, а также совершенствования системы контроля в сфере ветеринарии. Правительству Минсельхозу обратить серьезное внимание на развитие аграрной науки. Об этом мы тоже говорим. Соответствующий пакет законодательств поправок подготовлен и находится в парламенте». «На сегодняшний момент 43% населения Казахстана проживает на селе. И все вопросы, которые на сегодняшний момент поднимаются в законопроекте об опромышленном комплексе, я думаю, что они как раз нацелены на то, чтобы отрасль развивалась, ну и соответственно будет развиваться инфраструктура и качество жизни на селе». В завершении выступления Нурсултан Азарбаев пожелал парламентариям здоровья и продуктивной работы в новом сезоне. Отмечу, что в депутатском портфеле на сегодняшний день уже находится порядка 50 законопроектов. «Глубоко уважаемый Нурсултан Абишевич от всего депутатского корпуса хочу вас поблагодарить за то, что вы дали нам направление в работе. И могу заверить вас, все эти поручения депутаты двух палат парламента будут выполнять с большой честью». Президент также пообщался с депутатами в неформальной обстановке. Во время беседы с парламентариями глава государства еще раз подчеркнул необходимость развития туризма и цифровизации. «Я хочу подчеркнуть, что основная направленность – это социальная направленность, это повышение благосостояния народа через улучшение здравоохранения, через улучшение образования. Эти все задачи, конечно же, будут решаться в предстоящий период». «Дальнейшее развитие, прежде всего, самозанятого населения, убить это все законодательно. Это и развитие ЖКХ, это и развитие малого и среднего бизнеса, это и развитие конкретно способной среды. То есть вот эти 7 задач, которые идут как продолжение того, что глава государства говорил в своих посланиях, нас он вооружил этими 7 задачами, и мы будем самым активнейшим образом их выполнять». Реализация законодательного сопровождения всех поставленных главой государства задач налагает большую ответственность на депутатский корпус. Нурсултан Назарбаев также подчеркнул, что в современных реалиях во время торговых войн, технологического прогресса и изменения геополитической ситуации правительству нашей страны предстоит принять более решительные меры. Именно об этом будет сказано в ближайшее время в послании народу Казахстана. Президент также отметил, что главной задачей остается вхождение в 30-ку наиболее развитых стран мира. Сабина Тургаева, Омербек Изимов при поддержке телерадиокомплекса президента, Хабар-24, Астана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова